И может быть психологический момент, но мы видим то, что на рубеже сейчас достаточно нестабильный ветер. Может быть и это каким-то образом повлияло, но основная проблема, конечно, скорее всего психологическая. 20 секунд отставания от третьей позиции. Призовой Лукаш Хоффер, обратите внимание, на четвертом месте команда Италии. Очень крепкая. Мы помним, как совсем недавно итальянцы в мужской эстафете праздновали победу за долгое-долгое время. И как раз Лукаш Хоффер выступал на последнем этапе, обыграл тогда нашего Лешу Волкова. Но я думаю, что итальянцы тоже могут вполне побороться за медаль. Причем состав-то более чем скромный. Дороте Эвирер, Карин Оберхофер, Доминик Виндиш и Лукаш Хоффер. Ну а после огневого рубежа Эмиль Хегли Свенсен занимает лидирующую позицию. Мартан Фуркат и сборная Франция занимает вторую строчку. 20 секунд отставания. Сборная Чехии на третьей позиции. 38,8 секунды. Сборная Италии на четвертой позиции. Отставание 44,5 секунды. И сборная России на пятой позиции. 59,4 секунды отставания. И мы говорили сегодня о том, что запасные патроны являются, так скажем, главным резервом в эстафете. И вот вы видите, что сборная Норвегии взяла всего три дополнительных патрона. Сборная Франции на данный момент 7. Сборная Чехии 5. И сборная Италии всего-навсего два дополнительных патрона. Да, вот недаром я про итальянцев сказал. Они сегодня определенно лучше всех стреляют. Не самые быстрые биатлонисты. Но за счет вот этих вот уверенных действий на рубежах они сейчас ведут борьбу за медаль. Муравец в 40 секундах. Соответственно, он по темпу, естественно, уступает Свенсону. К норвежцу стремительно приближается Марта Фуркат. Лукаш Хофер уступает Муравецу в 8 секунд. Малышка делает все возможное, чтобы сохранить шанс для сборной России на медаль. Ну и Дмитрий сохраняет скорость по дистанции. 58 секунд его отставания. Ну, на самом деле, еще не все потеряно. Впереди стрельба стоя. И с таким неприятным ветром еще все может быть. Да и, собственно говоря, психологическую составляющую еще никто не отменял. Вот это стремительный стиль Марта Фурката. Его фирменный в припрыжку, когда он уходит в подъем. И смотрим, какой разрыв между французом и норвежцем. Вот уже видит Мартан своего конкурента. Здесь очень такой долгий выход из туннеля. Очень много здесь местная пресса писала о том, как прорывались эти самые тоннели. Дорогостоящие, между прочим, под магистралью. Поверху прям машины ездят. Да, 15,5 секунд отставания Мартана Фурката от Эмиля Хегли Свенсена. И, собственно говоря, это не самая лучшая ситуация для норвежской команды. Потому что последнее время, так скажем, Эмиль очень некомфортно себя чувствует, когда преследователи наступают ему на пятки. И, в общем-то, уже не раз ошибался в подобного рода ситуациях именно на стрельбе. Ну, замаячил такой клуб «Зеро» для Эмиля Хегли Свенсена. Он уверенно закрыл все пять мишеней в стрельбе из положения лежа. Смотрим за очередной временной засечкой. Четыре с половиной километра. Мартан Фуркат, по-моему, еще немножко отыграл. Получает информацию от тренера. Уже 10 секунд. Ну, чуть больше. Чуть больше. 14. Нет, все-таки в одинаковом темпе идут норвежец и француз Эмиль. Не подпускает к себе конкурента. Здесь битва за бронзовую медаль. Чех, итальянец. И смотрим, где будет в итоге Дмитрий Малышко на отметке 4,5 километра. Заходит уже на стадион. Лидер этой гонки Эмиль Хегли Свенсен. Он Джей Муравец еще две секунды ловит. Отставание Чеха составляет 42 секунды. Сейчас Лукаш Хофер на четвертой позиции в 49 секундах. Замер в ожидании тренерский штаб сборной команды Норвегии. Сейчас все и решится. Вот в этой дуэли в стрельбе из положения стоя. Дмитрий Малышко на пятом месте. Отставание от третьей позиции уже больше 20 секунд. Штрафной круг, увы, был лишним. Посмотрим, насколько удастся справиться лидерами со стрельбой стоя. Промах Свенсен. Уходит норвежский спортсмен. И промах допускает Мартан Фуркат. Ну, я думаю, уже сейчас можно смело говорить о том, что сборная команда Норвегии сохраняет за собой титул чемпионов мира в смешанной эстафете. Блестяще провел второй круг Эмиль. И на третьем сейчас он просто будет лететь по дистанции. Преимущество будет более 10 секунд над Мартаном Фуркатом. Чех, итальянец. Да, вот это интересная дуэль. Ну и может быть дадут шанс эти спортсмены Дмитрию Малышко. Уходит, уходит Андрей Моравиц. Отлично отстрелявшись. И, в общем-то, я думаю, что сегодня в Чехии будет праздник. Ну, а что, Дима? Да, очевидно, что сборная команды Чехии сегодня станет бронзовым призером. Дополнительные патроны берет Дмитрий Малышко. Опять какая-то заминка. Словенец уже отстрелялся, уходит на дистанцию. Малышко тоже все-таки справляется с первого дополнительного патрона со всеми этими злополучными мишенями. Но я думаю, что ни в коем случае нельзя вешать всех собак на Диму. Он сегодня делал все, что мог. Вот злополучная стрельба из положения лежа. Что там случилось, будем уже выяснять постфактум, рассказывать. Наверняка Дмитрий Малышко найдет причину своих неудач. Но мы повторимся, что, скорее всего, здесь из области психологии. Ну и посмотрите, Мартан Фуркад делает все возможное, чтобы достать Свенсона. И так, судя по картинке, у него неплохо это получается. Но отставание Фуркада от Свенсона после последней стрельбы было 13,9 секунды. Не знаю, мне кажется, что достаточно большой отрыв для того, чтобы Фуркад смог приблизиться и как-то вмешаться в борьбу за золотую медаль. Но могучий Эмиль, я думаю, что в этой битве не отдаст. И мы видим, что разрыв очень приличный. И его удерживает Свенсон. Очень часто болельщики противопоставляют этих спортсменов друг другу. Любят вспоминать, когда они вот так вот сходились. Либо на своем этапе вместе, либо в гонке-преследовании шли на последнем круге вместе. И кто как кого обыгрывал. По-моему, единственный раз вот в спринтерской разборке, пару-тройку сезонов назад, на одном из заокеанских этапов в США, Свенсон обыграл Мартана в финишной разножке. Но здесь до этого не дойдет, конечно же. Две секунды всего лишь отыграл француз. В 37 секундах он Джей Муравец. И бронзовые позиции сборной команды Чехии уже тоже ничего не угрожает. Но учитывая то, что сборная Италии после стрельбы отставала более чем на минуту, я думаю, что вряд ли что-то может произойти для того, чтобы Чехии не отпраздновали сегодня первую медаль на этом чемпионате мира. Сборная России после заключительной стрельбы занимала шестую позицию. Отставание от лидера было 1 минута 16 секунд. Да, перед этим чемпионатом мира Рафаэль Пуаре, прославленный французский биатлонист, сейчас работающий с командой Белоруссии, с мужской командой, говорил о том, что в личных гонках конкуренцию Мартану Фуркаду сможет составить лишь Дмитрий Малышко. Но мы видим по сегодняшней гонке, что в большом порядке Эмиль Хеглис-Венсен. И может быть сегодняшняя гонка как-то расслабит все-таки Диму в том плане, что не будет уже таких высоких ожиданий, не будут постоянно твердить о том, что он один из лидеров этого сезона и он может достойную конкуренцию составить французу, норвежцу. То есть склынут эти разговоры, и ему самому немножко станет проще. Ну, сложно сказать. Главное, чтобы он сам себя в эту яму не загнал, сам себя в этот угол, чтобы он не стал грызть себя. Ну, сложно сказать. Я думаю, что спортсмены сами разберутся. И здесь каждый должен сделать для себя тот правильный вывод, который позволит максимальный результат показать здесь сейчас. Ну, я вот сейчас смотрю, в финишной зоне нет норвежских флагов. То есть финишный створ, он чуть-чуть дальше от трибуны, нежели это возможно. И будет ли кто-то давать этот самый норвежский флаг Эмиль Хеглис-Венсену, чтобы тот победоносно с ним финишировал. Мартан просто бросил, да, в этой погоне бороться, решил сохранить силы на следующее выступление. Такое ощущение, что да, действительно, он перестал бороться уже, понимая, что не догнать Свенсена, и, соответственно, запас перед сборной Чехии достаточно приличный. Ну, а вот мы видим, Эмиль уже приветствует трибуны, понимая, что сборная Норвегии сегодня станет чемпионом мира. Первая сборная, которая становится трехкратным чемпионом мира в смешанной эстафете. Эмиль Хеглис-Венсен блестяще провел свой этап, но я со своей стороны еще хочу похвалить Тарри Эбео. Он тоже на третьем этапе фантастически выступил. Ну и Тура Бергер, забойщица норвежской сборной, она тоже большой молодец. Мортан заходит вторым, и сборная команда Франции получит серебряную медаль. Ну а публика все громче и громче кричит. Сборная команды Чехии получает бронзовую медаль. Вероника Виткова, Габриила Саукавова, Ярослав Сауку, Понджей, Муравец. Молодцы! Ну нельзя сказать, что бронзовая медаль сборной Чехии это большой сюрприз. И мы перед репортажем называли их в числе явных фаворитов, претендентов на медаль. Вот в моем понимании сборная Италии, занимающая, уже занявшая четвертое место на сегодняшней гонке, это, конечно, большой сюрприз. Словенцы заходят пятыми. Ну и ждем финиша Дмитрия Малышка. Я бы еще отметил сегодня очень неудачное выступление команды Германии. Бирнбахер старался, старался, но, по-моему, даже в десятку сильнейших команда Германии не сможет подняться. Малышка в итоге финишировал шестым. Российская сборная проиграла минуту и 26 секунд. Ну, очевидно, что помешало удачному выступлению сборной команды России вот эта неудача в стрельбе из положения лежа у Дмитрия Малышка, где он схватил штрафной круг. Даже если бы не было этого штрафного круга, я думаю, что Малышка мог бы бороться теоретически за медаль. Но, тем не менее, мы сегодня взяли очень много дополнительных патронов. У сборной Норвегии всего 4 дополнительных, у сборной Франции 8, у Чехии 5 дополнительных патронов, сборной Италии 4 и наша команда взяла 9 дополнительных патронов и 1 штрафной круг. Ну, будем надеяться, что на этом чемпионате мира у нас еще будут положительные эмоции. 11 гонок всего, осталось 10. Ну, а наш первый репортаж из нового места постепенно подходит к концу. Для вас работали заслуженные мастер спорта, 4-х кратный чемпион мира Николай Круглов и Дмитрий Терехов. Все, о чем мы не успели рассказать, вы найдете в газете Спортэкспресс и на сайте спортекспресс.ру. Пока!